Приветствую! Мы с вами прекрасно знаем, что международные акты закрепляют право человека на отказ от воинской службы по соображениям совести. И мы с вами прекрасно знаем, что Конституция Украины в 35-й статье закрепила право на отказ от воинской службы в связи с религиозными убеждениями. Мы с вами прекрасно знаем судебную практику и знаем, что были как обвинительные, так и оправдательные приговоры по статье 336, связанные с привлечением к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации тех людей, которые отказывались от мобилизации по религиозным соображениям. И вот только сейчас, в мае 2024 года, появилась позиция Верховного Суда по этому вопросу, и с ней мы сейчас ознакомимся. Естественно, при этом мы не будем читать с вами все решение, мы почитаем его суть, вот тот абзац, в котором собрана вся суть, вся квинтэссенция этого решения. Итак, смотрим. На мой взгляд, вся суть этого решения Верховного Суда отображена именно вот в этом абзаце под номером 26. Давайте внимательно его изучим. Что же здесь написано? А здесь написано следующее. За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій обґрунтовано констатували недоведеність існування непереборного конфлікту між релігійними переконаннями та його передбаченим статтею 65 Конституції України обов'язком захисту відчизни, незалежності і територіальної цілісності України. Вот именно в этих словах вся суть. І многие із вас обратили внимание именно на вот это, на недоведеність. І для многих із вас встал вопрос какой? А как доказати, що у тебе є убеждення? І вообще, а нормальна ли це позиція Верховного Суда? І прежде чем перейти к вопросу о том, а как можна доказати убеждення чоловіка, давайте дадим оценку этой правовой позиції Верховного Суда. Она вообще соответствует действуючему законодательству? Соответствует ли она международним практикам? Соответствует ли она европейським ценностям, в конце концов, на которые мы с вами ориентируемся? Для тех із вас, хто давно смотрит мой ютуб канал, безусловно, такая позиция Верховного Суда не является удивительной. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, что процессуальное законодательство, уголовний процессуальный кодекс, гражданский процессуальный кодекс и другие кодексы говорят об одном, что если человек что-то заявляет в суде, он обязан это доказать. Вот чтобы человек не заявлял, он должен это доказать. И просто на слово ему никто не поверит. Он должен предоставить доказательства того, что он заявляет. И это абсолютно нормально. Ну почему? Я думаю, вы прекрасно понимаете почему. Потому что если бы не было такого правила, можно было бы заявлять все, что угодно. И суды принимали какие угодно решения. Поэтому в части соответствия процессуальному законодательству вообще вопросов нет. Все, что человек заявляет, он в суде должен доказать. Он должен предоставить доказательства. Второй вопрос, конечно же, более интересен. А насколько такая позиция Верховного Суда соответствует европейским ценностям? Насколько она соответствует тем подходам к решению этого вопроса, который есть в европейских странах? В тех странах, на которые мы равняемся в контексте защиты прав человека? И здесь опять же, те из вас, кто давно смотрит мой канал, для вас данное решение Суда Верховного не сюрприз. Почему? Потому что вы уже давным-давно, еще с 22 года, прекрасно знаете о решении Дягилев против России. Это решение ЕСПЧ Европейского Суда по правам человека. Вынесено оно в 2020 году и, обращаю еще раз ваше внимание, Дягилев против России. То есть ЕСПЧ выносил это решение в условиях, ну, определенного политического конфликта с Россией. И там была ситуация по призыву на срочную службу, и человек отказывался по убеждениям. И вот давайте посмотрим, какой же вывод сделал ЕСПЧ в деле Дягилев против России. Вот это решение. Ссылочку я вам, естественно, оставлю в описании, чтобы вы могли зайти, почитать и подробно его изучить. Естественно, оно большое, и мы все читать не будем. Мы вот пролистаем его туда, где есть самое интересное. И вот, смотрите, 94-й абзац здесь. И что здесь суд говорит? Отже, суд визнает, что заявник не смог обґрунтовать наявность серьезного и непереборного конфликта между обязательством служить в армии и его переконаниями. А теперь давайте еще раз посмотрим, а что же написал Верховный суд. За таких обставин суды 1-й и апелляционные инстанции обґрунтовано констатували недоведенность и существования непереборного конфликта между религиейными переконаниями и его обязательством из защиты Украины. То есть, можно сколько угодно быть несогласным с этим решением Верховного суда, но факт остается фактом. Данное решение Верховного суда полностью соответствует практике ЕСПЧ. Практике того суда, на деятельность которого мы равняемся. И когда мы говорим о защите прав человека, мы говорим всегда, что есть ЕСПЛ, который может защитить максимально права человека. Так вот, обратите внимание, что принимая решение, Верховный суд, по сути, что сделал? По сути, сделал тот же вывод, который и есть в ЕСПЛ. И, кстати, такое же дело в ЕСПЛ, оно не единственное. Есть и другие схожие дела с аналогичными выводами. Кстати, Верховный суд, наш Верховный суд, он ссылается на эти дела. Там много ссылок на практику ЕСПЧ и в том числе на решение Дягилев против России. К чему я веду? К тому, что, вот, знаете, хочется обратиться к тем правозащитникам, которые вот уже два года всегда твердят и говорят, что, мол, вот приди в ТЦК и скажи, что ты отказник по убеждениям. И, мол, все, никакой ответственности тебе не будет. Ты легко скажешь, что ты на основании международных актов отказался по убеждениям и все. И вот проблема в том, проблема этих правозащитников, людей, которые называют себя правозащитниками, не имея, по сути, ни юридического образования, не понимая, что же написано в нормативной документации, не имея практики, не изучая судебную практику, они дают людям вот такие советы. И кто смотрит мой канал, знает, что я давно выступаю против, ну, вот таких советов, непрофессиональных советов от людей, которые не видят всю картину в целом. И вот вопрос, кто смотрит таких людей, а поинтересуйтесь у них, что они скажут по этому поводу. Что они скажут, как они это объяснят. Ведь здесь дело, обратите внимание, можно сколько угодно там обвинять в чем-то Верховный суд, говорить, что он какое-то там политическое решение принял и все такое. Но, когда это решение полностью соответствует решению ЕСПЧ, ну, мне кажется, обвинить в этом случае в том, что Верховный суд принял неправомерное решение, политическое решение, ну, вот, ну, мне кажется, очень сложно. Ведь вот есть явный факт решение ЕСПЧ, в котором ЕСПЧ делает именно такой же вывод. И, по сути, Верховный суд скопировал. К чему я веду? К тому, что на практике реализовать право на отказ от воинской службы по убеждениям тоже очень сложно. И, конечно, конечно, здесь мы с вами подходим к вопросу, а как можно доказать, что у тебя есть убеждения. А чтобы их доказать, нужно, ну, предоставить доказательство. Что может быть доказательством? Информация о том, что человек состоит в религиозной организации. Причем самого факта не всегда хватит. Почему? Потому что сам факт участия в религиозной организации еще с неизбежностью не ведет к выводу о том, что у человека есть убеждения. Очень хорошо, если человек сможет предоставить какие-то письменные доказательства. Например, его публикации в каких-то журналах, где он выступает за, ну, с такой, с миролюбивой, с пацифистской позицией. Его выступления на конференции, его выступления на каких-то публичных мероприятиях, которые будут зафиксированы, на видео. Его посты в соцсетях, в которых он показывает, что у него есть эти убеждения, да, в которых он, ну, вот, занимает максимально какую-то пацифистскую позицию. И чтобы это все было, знаете как, не после того, как он получил повестку, и вот тут он говорит, что стал вдруг миролюбивым, а чтобы это было на протяжении какого-то времени. И чем больше это время, тем лучше. Также сюда можно что добавить? Участие в пацифистских организациях. То есть, здесь нужны фактические данные, документальные данные, подтверждающие, что человек действительно выражает эти убеждения, постоянно их несет в мир. И кому-то покажутся это громкими слова, но если вам эти слова громкие, то посмотрите решение ЕСПЧ. И он, собственно говоря, все объясняет, он все говорит, что делать. Поэтому, друзья, все не так просто. Невозможно просто заявить, что вы отказник по убеждениям и уйти от мобилизации и не быть привлеченным к уголовной ответственности. К сожалению, мир таков, мир непростой. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, и вы будете в курсе всегда новой и актуальной информации в сфере права. Ну а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.